Что ж, друзьям, а тем более тайным родственникам Путина в России действительно можно все. А об этом поговорим с Марией Максаковой, оперная певица, бывший депутат Государственной Думы. С нами на связи. Мария, здравствуйте, рада вас видеть. Добрый день, Мария. Здравствуйте, приветствую вас. История о рейдере отце Кабаевой. Как вы думаете, возможно ли было все это без вот этой связи прямой с Путиным и без покровительства власти? Путина в России. Какой-то, значит, приятель из Татарстана занимается облапошиванием людей, которые хотят купить недвижимость в Дубае. Там есть он, значит, у него такой тоже. Он везде, понимаете, как, вам сказать, используется, как некто. Если он будет рядом, то не так быстро придут службы, которые могут этим заинтересоваться. Почему? Потому что вообще подобными рейдерскими разнообразными схемами еще со времен гопнической подворотни любят заниматься непосредственно Путин через свои более значительные кампании. Вот, например, у него есть двоюродный брат, тоже с фамилией Путин, Игорь Путин. И вот он участвовал в крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег на сумму 230 миллиардов долларов через эстонский филиал крупнейшего банка Дании «Данский банк». Об этом там было целое интервью и расследование CBS. И я вам хочу сказать, что вот Кабаев, который тоже такой свадебный генерал, понимаете, который носится, вот эта фамилия, дающая какие-то возможности, в том числе группе компаний подконтрольных Хуснулину, это ведь не совсем клан Путина, это все-таки ближе к Собянину. Дело в том, что они постоянно роют метро, это раз, где им нужен очень этот бетон, а во-вторых, им нужно, бывает, построить какой-нибудь бункер, где еще это все становится гораздо интереснее, потому что вы понимаете, к чему это все идет. То есть это такие секретные стройки периодически бывают, где нужно очень много бетона. Как они завладели, например, вот в сюжете была история про Холл Цим. Вот это гигант огромный мировой, который действительно уходил из России в связи с тем, что началась у них так называемая спецоперация, вообще-то война. И они уходили оттуда, не подозревая, что те документы, которые у них были к их же российским дочерним, разнообразным предприятиям, им было удобно давать взаймы. То есть они оформляли в форме займа для того, чтобы упростить вообще всю их свою бухгалтерию и так далее. И это законный способ финансирования, в принципе, вот этих компаний. И те оформили, вот на этого Костюкевича, он с диагнозом олигофрен, они, значит, с какой-то перми вообще, ну, видимо, он не может и двух слов связать. Значит, они оформили на него якобы, что переуступка прав требования, то есть сессия. И когда Форбс заинтересовался этим и сказал, что вот появился новый какой-то владелец на 2 миллиарда долларов собственности из Перми, вот этот с диагнозом, который ранее судимый, там, и занимался основной незаконной вырубкой, не просто там мелкой вырубкой леса, а там нескольких деревьев буквально там для своей мамы, вот такого масштаба. Жулик, вот он действительно, значит, по их документам стал вот неким таким бенефицаром их деятельности. Но дело в том, что этот дипфейк он ведет дальше в Грозный. То есть вот это вот то, что вы показали в сюжете, те кадры, где попытались они с фотографией его, оживить его фотографию вернее. И это должно было стать предметом целой видеоконференции, которую заказал все тот же Форбс, потому что он стал расследовать. Потому что компания Whole Team предъявила к Форбсу, что вы говорите, такого быть не может. И выяснилось, что вот видите, они вот так вот, пользуясь тем, что сам гигант вышел с рынка, а действительно, все вы правильно там в сюжете сказали, что его активы остаются беззащитными, соответственно, в России. Таким вот, ну просто, вы понимаете, возмутительным способом они отжимают все подряд. А Путин это делал, допустим, эта компания, как мы уже поняли, она аффилирована вот к мэрии Хуснулин и так далее. Сейчас, конечно, сам Хуснулин уже в правительстве и там развивает, то есть масштабирует все эти схемы. Но у Путина же еще главная цель во всех этих вот коллекторных компаниях, даже одна из них, например, вот его бывшая жена очередная Путина, значит, Людмила, она бенефициар микрофинансовых организаций, которые просто выбивают из уже простых задолжавших россиян деньги. А в целом вообще подход такой, как, например, А1 коллекторная компания, принадлежащая группе Фридмана, они пугают, это бульдоги, которые пугают всех олигархов, они понимают эти олигархи, что все активы, которые у них находятся в России, могут быть в одночасье у них забраны, потому что у них там есть вот эти реестродержатели, которые будут подделывать там какие-то документы быстро, там есть еще целый ряд способов, то есть это огромные компании, пирани такие, которые в интересах Путина могут раздеть догола любого, и в этом смысле он борется и с финансовой конкурентностью, но это даже ладно, самое главное, что если кто-то хочет что-то возразить в политическом смысле слова, то есть какой бы то ни было протест, он в таком случае всегда нуждается в ресурсе. И все понимают, что скажи они слово против, я говорю сейчас даже не про его ближайшее окружение, хотя это может коснуться любого, и как мы знаем, как только кто-то начинает посягать на власть, мы можем сейчас вернуться опять к клану Кабаевых, потому что изначально их и даже Алину двигал, вообще-то говоря, Алишер Усманов, который в принципе тяготеет к Медведеву, тот период, когда они надеялись, что будет подлинный транзит власти, и тогда, допустим, Алишер выстраивал в горках такие замки для Медведева, то есть там, понимаете, хоромы сопоставимые с Георгиевским залом Кремля, я имею в виду по высоте потолков, сводов и габаритам вот этих всех построек, там, где он сейчас живет и страдает своими делириями, и пишет потом по утрам, знаете, как старая графиня из пиковой дамы, наверное, ходит в обезумевшем состоянии, вспоминая свое прошлое, более удачное, там, про графа Сен-Жермена, и вот он вот в этих вот, понимаете, шастых покоях исходит с ума, видимо, но это ведь другой клан, понимаете, вот они тогда думали-думали подсидеть Путина с этой стороны, но Путин всегда очень хорошо умеет контролировать их активы, и он всегда их держит вот за это место, и поэтому, когда они еще дополнительно всякие законы попринимали по поводу того, что запрещено и госслужащим, еще кому-то, и целому ряду там, и госкорпорациям, иметь как другое гражданство, так и активы за рубежом, то есть он вынудил их всех, не потому что он вообще беспокоится о там, в российском бюджете, это все, вы сами понимаете, но ему нужен был контроль, то есть он этих, всех этих богатых людей, олигархов и вот все вот подобные пирамиды, отчасти тоже так же сформированы, потому что вот, допустим, группа Хуснолина, это такой легкий-мелкий конкурент, который путинские, конечно, рейдерские компании обходят стороной, скоро, кстати, они дожрут всех, по-моему, просто свободных бизнесменов, есть такие еще остались, и начнут жрать рано или поздно друг друга, это в любом случае в ближайшей перспективе, но это, конечно, для Путина такая, понимаете, дубина, которой он угрожает всем там внутри, и все понимают, а слушайся они хоть там где-то в чем-то, то он разденет их буквально за неделю, любого. Ну да, вот действительно право, пирамида же действительно очень скоро рухнет, и задумывается ли уже, как вы думаете, семейство Кабаевых о своем, и лично Алина Маратовна, о своем будущем, если врагов они нажили немало, как вы говорите, то так называемые друзья от них ведь тоже в ближайшее время, после падения режима, скорее всего, отвернутся. Какое будущее им можно предречь? Это очень зависит от того, конечно, как она сейчас будет действовать, но мне кажется, что у нее уже цукцванг, мне кажется, она уже в том положении, когда ее ничего не сможет спасти. Я уже делала даже в наших эфирах предположение о том, что сколько бы она не рожала детей Путину, эти наследники могут, понимаете, повторить печально известную судьбу царевича Иоанна Антоновича, отрока, который был заточен, а потом и вовсе убит Екатериной, когда они, как бы сказать, инсценировали его попытку к бегству. То есть ее дети, они ничем не защищены. Я понимаю, что группа Ковальчука, скорее всего, опекает ее по-прежнему и, наверное, двигает ее на пост спикера Совета Федерации. То есть мы это даже уже обсуждали как-то в эфире, потому что Матвиенко, наверное, уже в этом качестве отдала им все, что могла, все свои силы и возможности, потому что все-таки эта позиция, наверное, именно сейчас кажется какой-то гарантией для президентской квоты, выборы не нужны, она просто проходит Совет Федерации, а дальше становится спикером. Это такой путь, который для нее реален. Но я думаю, что это все уже вряд ли сыграет какую-то большую роль. Это не спасет, понимаете, как система будет рушиться целиком. И там никто не усидит и не удержится, и ничего не спасет, потому что западные санкции, вы понимаете прекрасно, это пожизненно для них. Мария, как вы считаете, система разрушится целиком, и придет время демократических выборов, и все вот эти вот персонажи пополнят нары, да, сядут на нары, или, скорее всего, будет речь идти о том, что будет просто дворцовый переворот, и система просто поменяет свое лицо, и все будет по-прежнему, но на нары сядут только неугодные там новым диктаторам. Или все-таки можно рассчитывать на то, что вот в тюрьмы зайдут те, кто сейчас бесчинствует во власти, а из тюрем выйдут тысячи и тысячи политических узников Кремля, например, да, и таким образом очистят хоть как-то политическую систему в России. Ну, она слишком прогнившая для того, чтобы говорить о том, что есть какие-то другие люди, которые могут взять на себя сразу. Там безгрешных не хватает, понимаете? Там таких морально, высокоморальных людей, мне кажется, давным-давно истребили просто. Поэтому говорить о том, что кто-то может подхватить этот «Титаник», я думаю, что это... Да и зачем? Понимаете, «Титаник» сам по себе так устроен, что он провоцирует на вот подобное течение. То есть, понимаете, они, кто бы ни пришел, мне кажется, вот на смену, там не хватит моральных качеств, чтобы не скатиться обратно туда же, где они сейчас находятся. Я думаю, что вот распад, в том числе по этническим признакам, то есть по национальным республикам и так далее, вот это вероятный сценарий. И, может быть, даже более такой, как вам сказать, для, во всяком случае, этих республик более безопасный. Ну и есть еще внешнее управление, к которому они, может быть, опять вернутся. Потому что давайте вспомним Российскую империю, которая управлялась в том числе династией Романовых, которая... Ну, а не немцы. То есть, если вы посмотрите, в Ютубе есть ролик, как Александр Третий разговаривает со своей супругой. Ну, вы понимаете, они еле-еле знали русский, они разговаривали и даже в быту на немецком. Все эти их жены были там столетиями, им привозились из Германии. И в целом это все уже было, как вам сказать, иностранная династия, причем не слишком такая яркая, какая-то там Ольдебургская ветвь. Она, конечно, есть в готском альманахе, но, в принципе, все вот это царствование Романовых, оно, ну, это очень такая боковая, знаете ли, ветвь аристократии мировой. И, собственно, поэтому то все, что они сформировали в качестве своей знати, когда попробовала спастись в Париже, ну, понимаете, к ним так и относились, сдержанно очень. Вот знать европейское подлинное, она так, знаете, с долей холодка относилась к этому всему. И когда они оказались не у дел и без своих имений и состояний, то, по большому счету, особые руки-то им никто не протянул. Я это рассказываю к тому, что Россия, в принципе, вот все время была до переворота Октябрьского, она вообще подвержена была этому внешнему управлению. Это был все-таки тот период, когда как-никак она сформировалась в какое-то подобие государства, поэтому немецкое управление, в принципе, им шло на пользу. Но я считаю, что когда развалился Советский Союз, и у Ельцина была возможность, во-первых, пойти по пути не приватизации преступной, а реституции, чего он не сделал, запретить коммунистическую партию, чего он не сделал, и реформировать изнутри государства, и таким образом признать все, что было до 17-го года преступлением, потому что это переворот, то сейчас, возможно, возникнет снова тот период, ну новый, да, когда можно будет признать все предыдущие итоги преступными, все до 17-го года, понимаете, пересмотреть все, и в том числе все права на всю собственность, потому что если признается первый договор ничтожным или преступным, тем более, то все последующие, независимо от добросовестности дальнейших собственников, тоже признаются недействительными. Поэтому если говорить про их общественный договор и про их справедливость, то я думаю, что это все кроется вот под... Вот понимаете, там нету чувства, уже давным-давно, вот этой вот, нету справедливости в этом общественном договоре, понимаете. Есть ощущение, что у российского народа, каким бы он ни был, есть ощущение, что их ограбили, что они пошли вот по этому пути в 90-е годы, когда приватизация, это был способ присвоения общего советского имущества кучкой, группкой каких-то более проворных и очень сомнительных с моральной стороны лиц. И вот тут, я думаю, если появится такая возможность, чтобы они в дальнейшем, когда снова будет вот этот вот разлом тектонический и развалится, это все будет разваливаться на более мелкие части, появится возможность пересмотреть, и если в тот момент хватит, у тех частей, которые останутся, не останутся одним целым, а распадутся, те, кто пойдут по пути признания всего, что было после 17-го года преступным, включая нынешний период, те, наверное, добьются гораздо большего успеха. Мы можем это посмотреть по примеру Чехии, которые как раз пошли по пути реституции. К ним вернулись те, которые были вынуждены бежать в свое время. Появилась, собственно, связь опять, подлинная связь, не преступная, не наворованная, а настоящая. И вы видите, с какой скоростью расцвела Чехия. Это просто беспримерно. Туда стали ездить европейцы моментально на уикенды гулять и пить фиво. И вы представляете себе, какой она сделала сразу скачок. Да, очень правильно, очень интересное сравнение. Мария, спасибо вам за традиционно интересный разговор. Мария Максакова, оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации и очень популярный блогер. Подписывайтесь на ее YouTube-канал. Спасибо. Влад гостей нашего эфира. Всего доброго, Мария. Спасибо вам большое. Ну что, наша информационная смена заканчивается, однако эфир «Фридема» продолжается, и далее в нем будет много интересного. Среди прочего, подконтрольные Кремлю медиа призывают к геноциду украинского народа. Возможно ли запретить вещание российских пропагандистов в мире, и может ли украинский «Фридем» стать альтернативой «Раша Тудей»? Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель начал свое официальное турне по Латинской Америке. Как визит влияет на ситуацию в Европе? Итоги Крымской платформы. Как мир помогает Украине вернуть контроль над временно оккупированным Россией полуостровом. Об этом далее будут говорить наши коллеги с телеканала «Фридем», Каролина Королеса, Кен Аймурзаев. Однако перед этим будет несколько очень интересных передач. Ну, в частности, вот просто сейчас, после небольшой паузы, вас ждут новые выпуски проектов «Антизомби» и «Гражданская оборона». Их тема не иначе, как на этой неделе, в Кремле снова принялись запугивать россиян якобы злыми и коварными террористами из Украины. А также страшилка про биолаборатории с бандерагусями. Она уже устарела, но они придумали новую – о грязной ядерной бомбе. Да, подробности об этом далее. А в «Гражданской обороне» вы узнаете, как духовная и скрепная рефия перестала разыгрывать спектакль даже для ура-патриотов внутри страны. Как Россия не только сознательно оставляет мирных жителей без света и тепла зимой, но и страшно этим гордиться. Смотрите далее в нашем эфире. С вами были Алексей Лихман, Сергей Мальнев. Мы очень благодарны вам за внимание. Продолжение следует...